Дорога в Ярцево 1868 года и в настоящее время, помимо Российской Федерации, география его поставок распространена более чем на десяток ведущих стран мира. Комбинат имеет пять лесозаготовительных филиалов в Красноярском крае, самостоятельно обеспечивая производство сырьем. Несколько лет назад комбинат стал на путь расширения и модернизации производства, который предполагает увеличение объемов заготовки древесины. В стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года в числе системных проблем отрасли обозначены такие, как потери лесных ресурсов от пожаров, низкий технический уровень лесохозяйственных работ и слабо развитая инфраструктура в лесах. Поэтому проведение программ по лесоустройству является важным элементом государственного управления лесами. Сейчас в нашем крае наблюдается противоречивая ситуация. Обладая крупнейшим запасом лесов в России, мы не можем полноценно использовать и сохранять эти ресурсы из-за состояния наших лесных дорог. Кроме того, развитие лесной отрасли и строительство дорог в том числе запускает процессы промышленного освоения и развития отдаленных территорий и является делом государственной важности. В 2009 году по инициативе Агентства лесной отрасли Красноярского края с помощью программ федерального и краевого финансирования было начато строительство лесохозяйственной дороги на территории Енисейского района. Общей протяженностью 125,8 километра направлением поселок Ярцево, Майский, Новый городок. Цель этого проекта – развитие дорожно-транспортной сети и увеличение площади доступных лесных массивов, а также обеспечение проведения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. С моей точки зрения строительство этой дороги – это наглядный, хороший, правильный пример правильного государственного управления, правильного использования государственных денег, правильного достижения государственных реализаций, государственных задач. По заданию генерального подрядчика ООО «Красноярск лес. Проект. Строй» Красноярск Индорпроект выполнил проектные работы, а лесосибирский ЛДК-1 включился в этот проект как субподрядчик и крупнейший лесозаготовитель региона, который заинтересован в более эффективном использовании ресурсов. Решающую роль для участия комбината в проекте сыграло знание местности и особенностей климатических условий, а также наличие в этом районе людей и техники. Являясь членом Ассоциации экологически ответственных лесопромышленников России и имея международный сертификат лесного попечительского совета, лесосибирский ЛДК-1 своим участием в проекте еще раз подтвердил свой статус ответственного производителя. Когда был выбран объект инфраструктурный, именно в Енисейском районе между поселками Ярцево-Майский Новогородок, это зона наших интересов и зона нашего присутствия. То есть фактически в Ярцево больше лесозаготовки никто в таких масштабах не ведет. На момент инициации строительства этой дороги мы практически были единственной организацией, которая вела масштабное промышленное производство в этом районе. И мы были фактически единственные, кто обладал потенциалом и просто техническим, и с точки зрения персонала. И при принятии решения о заключении договора субподряда с нами, наверное, это было определяющим в агентство, потому что они согласовывали субподрядчика, то есть нас. И понимая, что мы единственные, кто способен эту дорогу там построить в эти сроки, выбор был сделан в нашей пользе. Расширение и модернизация производства на лесосибирском ЛДК-1 потребовали новых подходов к лесозаготовительной деятельности. Ответственное и рациональное лесопользование связано прежде всего с защитой лесов от пожаров в своих лесозаготовительных филиалах. Наличие такой дороги позволяет оперативно добраться до места возгорания, а также своевременно провести лесовосстановительные мероприятия. За последние, может быть, лет 7-8-5 есть тенденции к тому, что начали наконец-то все понимать о том, что нужно строить. И строить, и углубляться. Углубляться дальше в тайгу. Потому что сумасшедшие площади горят ежегодно. Единственное их тушение – это только авиадоставка туда. Горят миллионы кубов, которые через год-два после пожара просто уже сгниют на корню и, соответственно, упадут, превратятся не в деловую древесину. Минимизация рисков по обеспечению комбината сырьем в условиях короткого сплавного сезона по реке Сым. Когда 100 тысяч кубометров необходимо вывести дней за 10 – еще одна из определяющих причин участия в проекте. Возможность использования дороги в зимнее время для вывозки леса позволяет увеличить объемы лесозаготовок в Ярцевском филиале, что очень важно для дальнейшего развития производства. Она идет параллельно реке Сым. На Сыму находится наш участок лесозаготовительный, поселок Майское. И каждый год мы каждую навигацию сплавляем оттуда первичный сплав. Он настолько короткий, этот сплав, особенно предыдущий год и до этого три года назад, что ставит под угрозу вообще выводку всего леса оттуда. Если лес останется на год, то он уже потеряет все свои свойства. Общий ежегодный объем пользования Ярцевского филиала – 416 тысяч метров кубических. При этом мы смотрим вперед, поскольку у нас идет модернизация лесопильного производства, необходим еще дополнительный объем. Опыт по строительству лесных дорог у предприятий имелся, но это были в основном лесовозные дороги. Для строительства этой дороги комбинат создал новое подразделение – отдельный дорожно-строительный участок, куда были трудоустроены жители поселков Ярцево, Майское и Новый Городок. Всего было создано 140 рабочих мест, закуплено более 50 единиц тяжелой дорожно-строительной техники, бульдозеры, экскаваторы, грейдеры, самосвалы и катки. На сумму более 100 миллионов рублей. Прокладка дороги велась тремя дорожно-строительными участками и сдавалась поэтапно очередями. Всего было сдано 6 очередей. Сложность этого объекта заключалась в том, что некоторые участки дороги проходили по болотистой местности, где передвижение было возможно только на гусеничных вездеходах и болотоходах. Проект предполагал строительство большого количества гидротехнических сооружений, наиболее сложный из которых – мост через реку Галактиониха. Его протяженность – 23 метра, а высота – более 15. Дорога еще была сложна тем, что на этих 125 километрах было запроектировано 120 мостов. Поскольку дорога проходит по пересеченной местности, много ручьев, много участков, где паводковые воды весну могли дорогу размыть, поэтому такое количество мостов было запроектировано. В основном это мосты деревянные, но при этом один из мостов, он достаточно был масштабный. Это мост через реку Галактиониха, многопролетный мост с металлическими опорами, с такой серьезной сооружением. Мы, честно говоря, когда подписывали договор субподряд, они предполагали, что такой мост будет запроектирован. Строительство велось в глухой тайге, и поэтому очень остро стояла проблема транспортировки грузов и доставки на объект необходимых ресурсов. Для жителей этих отдаленных мест понятие сезонность является определяющим. В межсезонье, когда нет навигации, сообщение с северными поселками возможно только по воздуху. Поэтому основную часть техники, запасных частей и топлива приходилось отправлять в летнее время по воде до Ярцева. С наступлением холодов, когда открывается зимняя дорога, появляется еще одна возможность для сообщения с северными поселками и строительным объектом. По такому зимнику постоянно курсировало несколько снабженческих машин комбината, обеспечивая бесперебойную работу людей и техники. Первоначально строительство дороги предполагалось закончить за год вместо двух по проекту, но в ходе работ стало понятно, что погодные и природные условия тех мест вносят свои коррективы. Весь период строительства был отмечен погодными аномалиями. Обе зимы 2009 и 2010 годов даже для севера были суровыми. Морозы ниже 40 градусов, которые даже техника не выдерживала, заставили часть работ перенести на лето. Весной идет оттайка и переувлажнение почвы, и до того, как она просохнет, никакую работу производить невозможно. Лето также проверяло людей и технику на прочность. Затяжные дожди не давали почве просохнуть и размывали уже готовое дорожное полотно. Техника вязла и тонула в воде и грязи. Несколько участков пришлось переделывать, производить выемку грунта с замены его на другой, подкладывать под полотно стлани и укреплять его гравием. Иногда приходилось на месте вносить коррективы в проект. Наиболее заболоченные участки требовали дополнительного вложения сил и материалов. Но, несмотря на бытовые и технологические трудности, работа продолжалась. Каждый метр дороги давался строителям ценой огромных усилий, ежедневно испытывая на прочность людей и технику. Мы закупали специально вагончики бытовки. Люди там вахтовым методом работали. Допустим, две недели они находились на вахте, потом уезжали, менялись другие. И в основном трехсменная работа, техника практически не глушилась. Потому что в минус 40, если экскаватор или бульдозер заглушить, его утром уже завести было бы невозможно просто. Либо нужно было его там полдня отогревать. Мы закупали специальные обогреватели, укрывали, грели двигатели, запускали технику. Также там и гусеницы у экскаваторов отогревали, потому что в мороз все равно там же болотистая, в основном почва. Он где-то в болото залезет, а на морозе все это дело замерзало было. Так что экскаватор с места сдвинуться не мог, пока там все это дело не оттаяло. У нас одно лето было очень дождливое. Работать летом было там практически невозможно во многих местах. Просто тонула техника в болоте. Ну, как бы люди выдерживали, техника не всегда. Молодежи много работало. Допустим, ребята, экскаваторщики, там один, я помню, парнишка молодой, утонул экскаватор в болоте. Его достать оттуда думали, что никто не достанет. Он сел на другой экскаватор, и прыгая с одного на другой, он вытащил его вторым просто экскаватором. Чем еще, кроме бытовых неудобств, морозов, дождей и звенящего таежного гнуса запомнился строителям этот объект. Нередкими встречами с хозяевами этих мест, лосями и медведями, которые охраняли свою территорию от посторонних. Бывало, что лоси кидались рогами на вагончик бытовку, а на один из участков ежедневно приходил медведь. Рабочие даже прозвали его в шутку бригадиром. Лухари и косули с интересом наблюдали за людьми, редкими гостями в тех местах. Объект построен, проект закрыт. И вместе с усталостью от нечеловеческого напряжения у каждого из участников, от простых рабочих до руководителей, пришло осознание взятия очередной в жизни высоты. Приобретен неоценимый опыт работы над сложным проектом, большой командой в экстремальных условиях и в сжатые сроки. Завершив строительство этой дороги, современный лесопромышленный гигант заложил перспективы развития не только для себя, но и для всей лесной отрасли края. Это пример успешного сотрудничества и объединения сил и ресурсов. Данная дорога была очень тяжелой. Были затруднительные моменты, особенно это начало прошлого года. Совместная, правильная работа всех ветвей власти, и федерального центра, и края, и министерства, и агентства, и нашего подрядчика лессибирский ЛДК-1, потому что без них, наверное, точно бы ничего не получилось. Значит, без той неуемной энергии, которой руководитель первого комбината Павел Владимирович Билибин заражал своих подчиненных, когда иногда были моменты, значит, когда они опускали руки. Та система контроля, которая сделана агентством вместе с подрядчиком за строительством дороги, и они привели к тому, что эта дорога была достроена, сдана и сегодня эксплуатируется. Я дорогу-то изъездил, сходил во всех направлениях. Я совершенно четко себе представляю все сложности строительства. В общем, объект, конечно, тяжелый. Что касается края, край, конечно, тяжелый, в том плане, что он самый северный из наших филиалов, и, естественно, там природные условия, они еще более жесткие, чем, скажем, в Сибирске или на Ангаре. Там холоднее, там природа уже, так сказать, более скудная. И с точки зрения топографии, там не все так просто. Очень много маленьких речек, ручьев, что в период межсезонья не улучшает ситуацию. Но при этом Ярцево очень мне нравится своими людьми, поскольку вот в таких населенных пунктах, удаленных от больших мегаполисов, там еще сохранилась духовность в большей степени. В плане отношения к работе, к воспитанию детей, не знаю, к ведению хозяйства, там как-то чище, лучше, и люди приятнее с ними. Мы рады, что у нас там такой филиал, и надеемся, что еще долго он там у нас будет успешно работать. Для жителей отдаленных северных поселков Енисейского района значение проложенной дороги неоценимо, ведь с ее появлением практически исчезают понятия межсезонья, распутица и непроходимая глушь. Теперь люди имеют возможность, несмотря на смену времен года, перемещаться по району. Их жизнь больше не зависит от природных условий. Жители поселков Майский и Новый Городок могут круглогодично рассчитывать на экстренную медицинскую помощь. Туда, куда раньше приходилось вызывать санитарный борт из Красноярска или Енисейска, теперь машина скорой помощи может добраться из Ярцева за пару часов. Снята сезонная проблема доставки, продовольствия и других товаров. Кроме того, дети из отдаленных поселков, которые учатся в Ярцевской школе-интернате, теперь могут проводить каникулы дома. Учитывая, что на самом деле Енисейский район считается северная трудодоступная территория, то любое строительство какой-то транспортной инфраструктуры это, конечно, всегда на пользу. Сегодня эта дорога стала лесопожарной просекой. Те же самые лесники могут отводить участки леса для заготовки дров населению. И по этой же дороге население может доставлять лес для строительства, для ремонта и так далее. По этой дороге люди могут идти в лес за грибами, за ягодами. По этой дороге бизнес может двигаться. Дорога есть, она построена, живет и работает. Учитывая, что это инвестиции в район, что мы сегодня не тратили свои деньги из бюджета района, не напрягали бюджет, а это деньги привлечены, федеральные деньги на это, плюс средства бизнеса, соответственно, значит, это хорошо. Поэтому я благодарен руководству комбината и всем, кто участвовал в этом проекте и участвует, там работы ведутся еще. Поэтому хотел бы пожелать всем им доброго здоровья, процветания, пусть приходится, строят еще дороги. И такие, и другие, и лучше. Это хорошо, когда мы стремимся к лучшему. Поэтому спасибо большое строить еще к нам дороги на север. Создание таких инфраструктурных объектов позитивно отражается на всех сферах жизни региона. Для Енисейского района эта дорога обозначила новый вектор в развитии. Для нашего региона постройка еще одной дороги в непроходимой тайге – событие, которое имеет огромную производственную, транспортную и социальную значимость. Редактор субтитров А.Семкин